Мы никого не критикуем и не говорим, что мы самые лучшие в мире. Мы эксклюзивные. Это правда. То есть я, придя в университет, могу получить ответ на вопрос, в чем смысл моей жизни. Да. Мне нравится безоперационность ответа. Вы пугаете население. Зачем вам это надо? Вы какие-то преследуете свои личные эгоистические цели. Мы говорим, мы не претендуем, мы вообще никто. Кто? Оставьте серегалии, звания. Все должности оставьте себе. Господь Бог, Бог, Творец. Это научно. То есть это абсолютно измеряемо. Насчет измеряемо не знаю, а то, что научно, это абсолютно да. Мы постулируем. Мир абсолютно программенный. Если есть программа, значит, есть тот, кто ее написал. Привет, друзья. Друзья, у нас сегодня не стандартный формат. У нас сегодня интервью, обычное интервью, но у очень необычного человека. Если кто следит за моим фейсбуком, там видно, что я обучаюсь в Народном академическом университете эволюции разума, сокращенно науэра. Там так написано. И, возможно, кто-то задавал себе вопросы, что ты закроешь, чего ты там обучаешься, зачем тебе, Сережа, с твоими сединами опять куда-то учиться, зачем ты там учишься. И так получилось, что мы встретились с преподавателем Народного академического университета эволюции разума, Надеждой Дудник. И я хочу задать несколько вопросов. Я уверен, что вы останетесь неравнодушны к этим ответам. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересно было слышать, да, обычное интервью с необычным человеком. Это чем же я отличаюсь от всех других? Наверное, тем, что я человек. Сейчас те, кто смотрят, сразу скажут, и я тоже человек, и я человек, и я человек, а я человек, а чем ты человек. Ну, вот здесь вот очень интересно. Я люблю фантастику. И, конечно же, как любой человек, который любит фантастику, я читала в детстве Стругацких. Ну, может быть, кто-то не читал Стругацких, может быть, кто-то видел фильм «Обитаемый остров», где абсолютно четко показано, что человечество неоднородно. Вообще, это не моя фраза, так Леонард Дович сказал. Человечество неоднородно делится на три большие группы. Те, кто видит, те, кто увидит, если покажет, и те, кто не видит. В чем принципиальная разница? Ну, есть, конечно, более точный ответ, но с ним мы знакомим в рамках базисного курса нашего университета. А если сказать попроще, то это способность к обучению, к нестандартному обучению. Не к формам, а вот именно к нестандартной информации. То есть есть люди, которые учатся сами, есть те, которые могут научиться, если им кто-то что-то расскажет. Вот я к таким отношусь. Ну, а есть те, кто, к сожалению, не обладают определенным слухом и определенным видением. И, наверное, пока, пока, это же все развивается, да? Пока просто не могут услышать информацию нашего университета. Нечем. Вот как раз об информации университета. Я же говорил, уникальный человек, еще вопросы даже не задал, а уже много чего получил информации. Ну, если меня не останавливать, я вообще могу долго говорить. Ну, замечательно. Что за университет? Вот, я сделаю оговорку, я-то знаю немножко, но хочу, чтобы узнали и вы. Поэтому, что за университет? Какие, возможно, кафедры или какую специальность я там получу, когда выйду из него? Я еще тоже сделаю оговорку, что Надежда, как преподаватель университета, так еще и учащийся. Ну, это, наверное, чуть попозже Надежда расскажет сама. Спасибо, Сергей, за вопрос. На самом деле у вас уникальная способность очень емко формулировать свои мысли. Потому что на самом деле вы задали четыре, минимум четыре вопроса. Ну, первый вопрос, что за... Прошу прощения, может, не способность емко, а способность беспорядочно задавать кучу вопросов в одном? Я сейчас не буду работать как психолог. Я бы сейчас вам рассказала по поводу механизмов психологической защиты, что здесь произошло. Нет, давайте говорить, что вы молодец. И что вы умеете емко формулировать свои мысли. Итак, первый вопрос. Что за университет? Народный академический университет эволюции разума. Вот в самом этом названии сказано все. Ну, во-первых, слово «народный». О чем это говорит? Любой человек в любом возрасте может поступить к нам на обучение. Ну, конечно же, есть небольшие ограничения. В каком плане? Ну, деткам, наверное, еще рановато. А людям, которые не понимают русский язык, ну, тут пока не получается. Тяжеловато. Да, тяжеловато. С переводчиком даже. Ну, тяжеловато. Еще, касательно слова «народный». Мы общественная организация. Это тоже надо прекрасно понимать. У нас не только нет государственной дотации, но и у нас цель принципиально иная. Академический. Мы даем систему знаний о мире. Вот это то, что на самом деле очень многие академии забыли. Академия – это структура, которая позволяет сформировать человеку такое мировоззрение, благодаря которому он сможет комплексно смотреть на мир. Я приведу в пример. У меня есть коллега, тоже преподаватель нашего университета. Она – доцент кафедры английского языка. То есть она лингвист. Это в университете? В университете, да, в нашем университете, в Now Era. То есть есть факультет лингвиста? Нет, она – доцент кафедры английского языка в университете имени Мечникова. А, я понял. А здесь преподаватель, да. Лингвист. Я прихожу к ней домой, она смотрит ролик по химии. И я застоприлась. Я-то химик-биолог. Мне-то все понятно в этом ролике. Я в какой-то момент не выдержала и задала вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты смотришь ролик по химии. А что ты там понимаешь? Она говорит, а я все понимаю. И вот этот ответ тоже остановил ее. Она действительно остановилась, застоприлась и очень была удивлена тем, что раньше бы она такого ролика не поняла. И тот ответ, который она дала, вот я хочу им сейчас поделиться, он действительно показывает суть нашей структуры, суть нашего образования. Она говорит, ты знаешь, если смотреть на мир с точки зрения нашей информации, понимаешь абсолютно все. Вот это правда. Это правда. Вот в этом заключается академизм нашего университета. Знания действительно уникальны. Но есть один нюанс. Знания уникальны, но даются они на каком-то простейшем уровне. То есть если этот ролик смотрит человек, который, не знаю, скажет женщина, я домохозяйка. Как я могу учиться? Легко. Абсолютно легко. Если вы что-то не поймете, мы объясним ее еще раз. А потом вы поймете. А потом поймете, как происходит процесс понимания. В общем, это на самом деле очень интересно. Университет. Что означает слово университет? Учебно-образовательная структура. У нас учебный процесс идет. И мы сказали, можно ли выйти из университета. Нет. Слоганом нашего университета является фраза. Обучение длиной в жизнь. Мы продолжаем и продолжаем учиться. Информации огромное количество. Чтобы разобраться в ней. Диплом же какой-то дается. Но все-таки университетом. Какие-то специальности я получу. Вот я вот об этом спрашиваю. Я до этого еще не дошла. Понял. Ясно. Я поняла. Надо сократить. Нижечко. Мне интересно. Но, кстати, очень грамотный, очень своевременный вопрос. Потому что это вопрос эволюции. Университет эволюции разума. Что это означает? Мы даем специальности, мы даем какие-то дипломы. Нет, ну диплом мы можем выдать. Но не об окончании университета, а об окончании, о прохождении какого-то определенного курса, этапа обучения. Мы меняем мировоззрение. Что означает фраза? Эволюция разума. Это постепенное саморазвитие. Но в рамках чего? Мы можем сейчас сравнить, например, научное, эзотерическое, религиозное, бытовое мировоззрение. Мы находимся в рамках научного мировоззрения. Я очень надеюсь, что я ответила на вопрос. Хотя на самом деле я прекрасно понимаю, что во время вот этого ответа появилось вопросов еще больше. Да. И все-таки специальность мы получаем какую-то? Оператор. Оператор чего? Ну если я скажу жизни, это не очень пафосно будет звучать. Да нет. Но есть определенные, есть разные факультеты, есть разные специальности. Первый факультет – это факультет основ созидания. Это теоретический факультет. На нем дается базовая теоретическая информация. После того, как человек ее изучает, тогда он уже может поступить на другие факультеты. Например, факультет социальной педагогики. То есть, как я понимаю, вот каких-то классических образований, даже лингвистика, здесь нет. Здесь дается какое-то общее образование, общечеловеческое. Общенаучное. Общенаучное. Я бы не сказала, что это общечеловеческое. К науке мы еще перейдем. И получается, что вот зачем? Зачем нам, перегруженным информацией сейчас, в наш век, еще какие-то знания общие, неточечные? Потому что сейчас нужны специалисты вроде как в жизни. Зачем мне идти в этот университет? Что я там получу? Опять очень емкий вопрос. Я стараюсь. У вас получается. Спасибо. Сударь. Зачем мы приходим в любой университет? Зачем мы идем учиться? Ответ очень простой. Чтобы мы были востребованы в социуме. А зачем мы должны быть востребованы в социуме? Чтобы остальные люди давали нам то, что нам нужно, что мы не успеем сделать за время жизни. А что это? Одежда. Еда, дом, предметы быта, развлечения. Много чего. Ну да, сейчас люди достаточно прагматично подходят к вопросу. Правильно? Это не подход прагматики. Это не подход прагматизма как мировоззренческой концепции. Это подход реальных условий жизни. Нам надо кушать, нам надо где-то жить, нам нужна одежда, а это не дается бесплатно. То есть базовые потребности, скажем так. Это даже не прагматизм, а просто голеньким не побегаешь. Совершенно верно. Это значит, нужны деньги. И тогда возникает вопрос, каким способом ты будешь эти деньги зарабатывать? Везет тому человеку, который умудряется найти свое истинное, ну не то, что это не предназначение, это направление, где он может реализовать себя. Всего лишь. И университет дает это направление? Нет. Вот это направление человек находит самостоятельно. А специализацию он находит в социуме, в различных ПТУ, институты, университеты, академии. И таким образом он начинает жить самостоятельно и зарабатывать себе на жизни, обеспечивать себе те условия, потому что дальше все, когда есть базовые потребности, дальше уже мы не будем рассматривать ни пирамиду Маслова, ни кого-то еще из психологов. Но если есть вот эти базовые потребности, дальше уже человек самостоятельно смотрит, какие более или менее комфортные условия он может себе создать, используя ту специальность, которую он получил. А потом, если бы это было только потом, если бы это касалось кризиса среднего возраста, если бы это касалось 30-летних людей, если бы это касалось 22-3-летних ребят, которые выходят из институтов и не знают, куда им себя применить. Нет, это вопрос, который на самом деле вот те, которые увидят, если покажут, давайте назовем их аналитики, то они задают себе лет с 10-12, некоторые лет с 6-ти, с 5-ти. Зачем? А зачем мы задаем этот вопрос? В чем смысл моей жизни? Я недавно разговаривала с замечательной девушкой, просто уникальный человек, и она сказала, меня в 6 лет накрыл вопрос о смысле жизни. Я поняла, в 6 лет. То есть университет дает ответ на этот вопрос? Да. Вот оно. То есть я, придя в университет, могу получить ответ на вопрос, в чем смысл моей жизни? Да. Мне нравится безоперационность ответа. Раз уж так пошло, как раз вот в университете говорится, даже декларируется то, что вы у нас можете получить ответы, но если не на все, то на большинство ваших вопросов. Это так? Да. Достаточно громкое заявление. Ну как для человека, который пришел и еще не совсем понимает, о чем это. Империо как слон. Ступает мягко, но уж ступит так ступит. Я, к сожалению, не помню, кому из великих мыслителей принадлежит эта фраза, но мой лаконичный ответ – да, он основан именно на 12-летнем эмпирическом опыте. Личном, собственном. Я была очень таким человеком, неудобным для преподавателей, когда я села за парту нашего университета. Знаете, как у нас есть дистанционное обучение, но оно появилось же не сразу, мы развиваемся потихонечку. А раньше это было только очное общение. И, конечно же, преподаватели рассказывали друг другу, какая группа, кто есть, кто какие вопросы задает. Делились впечатлениями. Обо мне знали все. Много вопросов? И, в конце концов, очень неудобные вопросы, потому что они были не к месту. Не к месту обучения? Есть тема занятия. В рамках данной темы эти вопросы неуместны. Это надо прекрасно понимать. Если ты взрослый человек, причем я пришла учителем почти с 25-летним педагогическим стажем. Вот с такой головой, да? Да, куда делась вся моя педагогическая корректность, я не знаю. Ну, был там антагонизм какой-то к информации. Я так понимаю, что информация дается такая, которая изначально… Ну, я не буду уже говорить, что я не знаю, я же немножко посвящался в эту информацию. То есть она меня изначально… Много чего, что говорится, вот, да ну, такого не может быть. Да ну, это же как бы всем известно, что это не так. И вот тоже было такое, да? Нет. Нет? Я уже сказала, что я в детстве начиталась фантастики. У меня к информации не было никаких претензий. У меня было несколько претензий к преподавателям. Ну, как преподавателя, да? Как преподаватель. Скорость подачи информации, плотность занятия, методика, поведение. Например, с моей точки зрения, недопустимо, когда преподаватель перед тобой уходит туда-сюда. Я же не понимала тогда, что это человек-инженер. Он всю жизнь проработал с Кульманом, с различными проектами, которые чертил там на бумаге, данные, цифры. А тут он взял на себя ответственность и стал преподавателем. То есть это не дипломированный преподаватель будет мне что-то преподавать? А слово «народный» вам ни о чем не говорит? Да, то, что он нигде в реестрах есть. Он не датируется, да? Это люди, которые умудрились. Я обращаю ваше внимание вот именно на это слово. Умудрились осознать важность информации тогда, когда весь мир, весь мир. Нас сейчас уже порядка двух тысяч человек в мире. Нас уже много. Нас, в смысле, учащихся университет? До двух тысяч человек, да? Да, ну около двух тысяч человек. А сколько университет существует? Восемнадцать лет. Оцените сложность информации. Ну вот да, да. То есть это у меня был вопросик подготовленный. Я немножко готовился, конечно, к интервью себе выписывал вопрос. Я не смениваюсь. Одним из вопросов было. Почему за восемнадцать, уже в девятнадцатый год пошел всего лишь до двух тысяч человек? А при том, что регулярно фигурирует число десять тысяч. Мы к нему вернемся, к этому числу, да? Ну да, наверное, почему-то так вот туго. Очень сложно. Может, неинтересно? Ну, конечно, неинтересно напрягаться. А да, напрягаться. Ну, университет учиться же надо, правильно я так понимаю? Я вспоминаю замечательного человека. Это великолепные специалисты по соционике, направления в психологии. Умнейший мужчина. Когда ему рассказали, препонесли информацию, он так посмотрел внимательно и сказал, «Ребята, это все очень интересно, но это не повод менять мировоззрение». В одной фразе человек абсолютно грамотно пояснил свою ситуацию. Как психолог он прекрасно понимал, что такое смена мировоззрения. Как умудренный жизненным опытом человеком он понимал, насколько это сложно. И он абсолютно честно сказал, что в данный период жизни у него на это нет никаких жизненных сил и возможностей. Вот за этот честный ответ, ну, просто уважение к человеку, он не пошел учиться. Но я говорила о преподавателях, да? Я специально выделила слово «умудрились». Действительно, люди умудрились осознать важность информации, принять ее. Каким-то образом переварить ее в себе. И без профессиональной подготовки взяли на себя ответственность, чтобы дальше передавать эту информацию. Ну, как говорится, из уст в уста. Я этого не знала. Поэтому, да, действительно, некие претензии к некоторым преподавателям у меня были. А чего претензии предъявлять? Нравится, как делают, другой сделай сам. Поэтому я и стала преподавателем на ООР. А, ну, то есть вот даже, получается, не дипломируем. То есть мы отбрасываем понимание диплома. То есть я тоже понимаю, что диплом на данный момент – это всего лишь бумажная курочка. Хочешь научиться – получится. Да. То есть люди, независимо от того, кто он был, он обучается, получает определенный объем знаний, которое меняет мировоззрение. Сейчас как раз этот вопрос задам. И идут учить. То есть это настолько меняет мировоззрение, что человек готов не просто поменять свои какие-то там убеждения, а еще и поменять род деятельность формально. А так очень много и бывает. На самом деле то, о чем ты говоришь, это не что-то новое, не что-то эксклюзивное. Это понятие неофита. Любой человек, сталкиваясь с какой-то новой информацией, ранее для него невидимой, он стремится ее передать. Она начинает внутри нас гореть, полыхать ярким пламенем. И вот это вот пламя отдать, поделиться. Это есть у всех у нас. Это типа естественно. Это нам природа. Да, совершенно верно. Другое дело, что, конечно, безусловно, наш университет является замечательной площадкой для саморазвития. Вот это вот уникальная структура. Но есть ведь не только саморазвитие. То есть, чтобы не показалось, что мы кого-то ругаем. Мне просто очень хочется обратить внимание на эксклюзивность нашей ситуации. Но придется с кем-то сравнить. Так уж получается. Сравню с эзотерикой. Вся эзотерика имеет вектор направленности на себя. Почему люди идут в эзотерику? Потому что ты приходишь, и тебе учитель говорит, сделай то-то, 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 получишь то-то, то-то, то-то. И это ты получишь в своей собственной жизни. Да и не очень-то говорят, и сильно делать там что-то надо. Ну почему? Например, купить книжку за 100 долларов и прочитать ее. Это же надо осилить. Декретировать уже. Да. Это надо выделить время, чтобы садиться, расслабляться, представлять определенные там звуконы, создавать. О, мани, да? Ну и тогда, ох. Мани. Это, нет, это замечательные звуконы для расслабления. Еще раз говорю, мы никого не критикуем и не говорим, что мы самые лучшие в мире. Мы эксклюзивные. Это правда. Ну а по поводу профессии и смены профессии, мы не ведем такой статистики. Но я точно знаю, потому что люди подходят, делятся информацией. Я поменяла профессию. То есть из школы или в школе преподавали? Я преподавала в школе, ушла из школы, да. То есть сейчас основная профессия это науэра? Психология, да, я психология. В рамках науэра? И в рамках науэра, да, я работаю на кафедре социальной психологии. То есть на психологию вы уже пошли после того, как познакомились с информацией науэра? Да. А зачем? Зачем это было понятно однозначно. Об этом говорят древние мудрецы, об этом говорят современные социологи и люди, которые, забыла, как называются. Умные люди, наверное. Умные люди, очень умные люди. О том, что надо в жизни поменять минимум две профессии, две специальности. Об этом знают, скажу все, сейчас, наверное, будет слишком обобщенная. Ну, в общем, это информация известна в мире. В Америке вообще, по-моему, говорят, что два-три года и меняй, не засиживайся. Но я не знаю, как за три года можно стать профессионалом. Нет, это меня как-то немножечко… Ну, может быть, если ты работал кассиром в супермаркете, а потом иди продавцом. А потом, если ты работал продавцом в Бакалеи, то иди, ну, например… Супервайзером. Куда? В электроводочной. Да, в электроводочной, да. Или в Альдорадо. Продавая телевизоры. Ну, наверное, да. В такой, в таком смысле, да. А как можно достичь определенных… Ну, в общем, есть вопросы. Есть вопросы. Оно… Если я об этом знаю, если я об этом слышу, если я об этом начинаю думать, это не значит, что я буду делать. Где взять уверенность в себе? Я говорю сейчас о себе. Где взять силы, возможность, понимание? Вот это все не только наш университет дает, а, как я уже сказала, различные эзотерические направления. И это вектор направленности на себя. Я получил в своей жизни, мне хорошо, я молодец. Ребята, посмотрите на меня, похвалите меня, аплодисменты. Боже мой, какие вы замечательные, какие вы молодцы. Дальше что? Вот еще у меня есть одна коллега в университете, тоже преподаватель. Она прошла 12 лет традиции. Традиция – это очень серьезная. Я бы даже не сказала, я не знаю, это эзотерическое направление или психолог… Наверное, психолого-эзотерическое. Школа какая-то, да? Да. То есть называется традиция. Называется традиция. Интересно, не слышала. Она говорит, я свою жизнь выстроила, вот так. Получив определенное знание, да. Ну, то есть, ну, в общем, эзотерика – это как бы помогает, да? Да, да, конечно. Все, что хотела. Я могла придумать и создать для себя. И не то, что я прикладывала какие-то усилия. Ситуации жизненные разворачивались так, что человек, например, получил звание почетный гражданин штата Мэриленд. Вот так вот ситуация сложилась. Ну, это так, это из мелочей. Ну, в какой-то момент я просто задумалась, как это работает. Я начала подходить к руководителям, к преподавателям. Университета? Нет, в традиции она. В традиции. Там тоже есть какие-то преподавателям. Ну, конечно, конечно же. Это нормальная ситуация. Ты что-то узнал, ты становишься на роль отдающего знания. Получаешь знания отдающего. Потому что в эзотерике обычно есть гуру, есть… Вот, вот, вот. И в итоге она, ни у кого не получив ответ, она подошла к гуру. И гуру ей выдал просто феноменальный ответ. Он говорит, отстань. Я не знаю, как это работает, но я знаю, что это работает. Ну, железно. Она же сама видит, что это работает. Да. Зачем тебе это знание? Она же работает. А так как она аналитик… Ну, давайте так уже разделим. Есть творцы, есть аналитики, есть движители. То ее этот вопрос не оставил в покое. И в итоге, придя в НАУЭР, она получила ответ. Как это работает? Она говорит, я сейчас так благодарна тому гуру за его очень грамотный ответ. На тот момент. А почему грамотный? Он сказал правду. Это правда. А правда, она делает отношения между людьми немножечко на другом уровне. Я сейчас, может быть, поделюсь какой-то непонятной ситуацией. Но мы считаем, что наша цивилизация стоит на каких-то основополагающих китах. Что это за киты? Я не знаю, как слушатели отнесутся к этой информации, зрители. Цивилизация стоит на трех китах. Власть, деньги и страх. Да, по-моему, это… Очевидно, да? Да. Потому что вы студент НАУЭРа. Нет. Ну, я тоже считаю себя интересующимся. И до студентства, ну, это достаточно уже признано в социуме, в обществе, что власть и деньги. А страх, оно, наверное, выплывает уже, как очевидно, в следующий год. Вы смотрите с точки зрения себя, любимого. Посмотрите с точки зрения тех, кто смотрит. Представьте тех людей, какие они. Мои зрители? Да. От моего канала. Да. Разные, безусловно. Представьте себе женщину, которая периодически заходит в церковь. Не потому, что она сильно верит в Бога, а потому, что эта обстановка ее успокаивает. Да. Потому что она настолько устала от жизни, что там ей становится легче. И она чувствует это. И она с удовольствием ходит на службу. Потому что голоса необыкновенные. И ее это просто успокаивает. Я не буду включать сейчас психологический момент, да? Что там происходит с человеком. Я просто вот обрисую такую вот ситуацию. Или представьте себе человека молодого, у которого подрастает дочка. А он эту дочь безумно любит. Она для него как... Да, представляете, у меня подрастает дочка. Есть, да? Маленькая принцесса. Но не такая маленькая, а вот которая уже начинает задавать вопросы. И он начинает пересматривать свою жизнь с позиции блага, с позиции Бога. Потому что он не может отмахнуться от вопросов любимой принцессы своей. И вот он услышал эту фразу. Что они почувствуют, что они подумают? Мгновенное отторжение. Власть, деньги и страх. Власть, деньги и страх. Они скажут, неправда, а как же добро, а как же любовь, а как же человечность? Но мы выходим из той же церкви, мы выходим из той же какой-то эзотерического кружка, куда тоже многие люди идут за тем, чтобы там как-то найти какое-то успокоение, какие-то тоже ответы, да? И мы попадаем в реальность, где идет борьба за власть, где без денег ты никто и достаточно много страшных вещей. Ты негативщик. Отмахнулась? Получилось? Поэтому я и предупредила, что, может быть, моя информация покажется кому-то неудобной. То есть университет говорит, любите, вокруг любовь, все хорошо, все прекрасно. Это какое университет говорит? Ну вот, университет на ОР. Я так сказала? Я делаю логический вывод, который может быть, например, тоже у наших слушателей, что раз я негативщик, раз я говорю, что… Нет, 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 это я встала просто на позицию зрителя. Да. И отмела вот это. То есть, когда произносишь какой-то текст, всегда сдаешься, ну не всегда, но достаточно часто сдаешься вопросом, а как отнесутся к этому тексту люди? Потому что самое главное, мы как врачи, не навреди. Так вот, на каких на самом деле стоит на трех китах мир? Обрати внимание, не цивилизация, а мир. Это честность, искренность, ответственность. Вот как-то так. Это совершенно другие образы, это совершенно другое состояние. Но, к сожалению, все не так просто, как прозвучало. А честность и искренность – это разные вещи? Абсолютно. Ну, как можно быть искренним и не быть честным? Легко. Если идет задержка в 10 секунд, искренность перестает существовать. А задержка в 10 секунд между чем? Да. Между тем, что вы подумали, и тем, что вы произнесли. Между тем, что человек почувствовал, и как он на это отреагировал. То есть я могу быть искренним, но при этом не быть честным? Я могу думать, что я искренний. Я могу думать, что я честный. Если я никогда не вру другим людям, и, знаете, как вот, прям правду, это не значит, что я честный. Для того, чтобы быть честным, надо знать самого себя. А это на самом деле эволюционные процессы. Тут мы опять возвращаемся к тому, что мы университет эволюции разума. Я знаю хорошо себя. Ты кто? Ты сангвиник, холерик, меланхолик, полигматик? Я опять переключаюсь на психологию, но, тем не менее, это очень важно. А университет делится? Нет, университет нет. Я просто показываю, насколько, что с точки зрения психологии можно быстрее в себе разобраться. Мы оперируем определенными постулатами. И один из постулатов гласит, мир абсолютно программен. Вот если предположить, что мир абсолютно программен, значит, я тоже программная структура. Если я не знаю, какие программы заложены в мою структуру, как я могу быть честным сам с собой? Понял. Теперь понял, с какой позиции идет речь о честности. Я сейчас объясню. То есть это не честность выдаваемой информации, а честность мировосприятия даже можно сказать. Ну, вот, например, папу на работе поругал начальник. Папа расстроился. Папа по дороге зашел в магазин, хотел купить своей принцессе вкусных бананов. Бананов не было. Папа второй раз расстроился. Пока он дошел до дома, он забыл о том, что он расстроился. И в какой-то момент принцесса пьет воду и разливает. И папа начинает на нее ругаться. Почему папа на нее поругался? Потому что она воду разлила? Нет. Потому что то напряжение, которое ему дал начальник и отсутствие вкусных бананов, вот тут оно выплеснулось. И папа будет абсолютно искренне считать, что он воспитывает свою дочь. И что иногда необходимо сдвинуть брови и сказать грозным голосом. Но это неправда. Это не честность. А честность – это когда ты разобрался внутри себя быстро, мгновенно. Знаешь, как проявляется честность? Ты все время расслаблен и спокоен. Если ты напряжен, значит, надо думать. Думать. Думать лучше в рамках Народного академического университета «Эволюция разума». Хорошо, Надежда. Давайте действительно, мы вот, не знаю, кому мне очень интересно, поэтому мы все время как бы уходим больше в какие-то философские темы, но они для меня важны, например. Но тогда все-таки вернусь в рамки вопросов, которые я пытался себе выписать. Вот, меняем мировоззрение. Пошли уже сейчас? Да, зачем? Зачем менять мировоззрение? Это же опять, во-первых, нелегко. Во-вторых, мне мое мировоззрение может быть нравится. Зачем нам менять мировоззрение кого-то? Так, уточняю вопрос. Говорим, зачем взагали вообще или зачем конкретно данному человеку? Чтобы мы в философию не ушли. Если конкретно данному человеку у него не стоит этот вопрос, он просто чувствует, ощущает эту потребность. То есть те, кто не ощущает, они просто проходят мимо? Мимо проходят. То есть университет, науэра, он не для всех формально получается, да? Да, тот, кто не слышит, он мимо проходит. В музыкальную школу его не примут, если у него нет слуха. Но это временно, пока. Эволюция, она же не происходит точечно. Эволюция – это же объективный процесс. Не будем говорить биосфера, вспомним Вернадского. Его теорию о ноусфере, сфере разума. Те изменения, которые происходят в одном человеке, они же влияют на весь социум, но медленно. Эволюция, эволюционный процесс – это медленно. Но это если одному человеку конкретному. А если вообще, зачем? Ну я сейчас скажу, наверное, очень глобально, чтобы это не показалось пафосным. Мир изменить. Мы меняем мир? Университет меняет мир? Мы нет. Мы меняемся сами. Мир меняется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. С миром все в порядке. Сейчас может показаться, что есть какое-то противоречие. Но есть наше восприятие мира, и тогда мы говорим «изменить мир». А есть просто мир. Как данный дискретный мир, развернутый в данном частотном диапазоне. С миром все в порядке. Он живет по своим программам. Программы данного мира благополучно закрываются. Ну и если закроются программы, что с нами будет? Ну это совсем глобально. Но нас не будет. Но мы об этом не узнаем. Это понятно. Сейчас как раз можем и вот, наверное, затронуть этот вопрос. То есть университет утверждает, что с миром что-то все-таки не так. То есть мир работает по программе, но для нас, для человеков, которые живут в этом мире, эти программы не совсем хороши в дальнейшем, даже в ближайшем будущем. Правильно я так понимаю? А что, у кого-то есть сомнения, что это не так? Да, наверное, есть. Иначе бы у нас было больше слушателей. Да, точно. Было больше слушателей. Ну, например, мы затрагиваем тему экологии или... Климата. Климата, да, климат. Говорили о глобальном потеплении, потом о глобальном похолодании. Наконец-то все начали правильно говорить. Глобальное изменение климата. И... Ну это же очень интересная позиция. На самом деле, господи, вопрос-то совершенно в другом. Огромное количество людей говорят совершенно разные, порой противоположные вещи. Кому я поверю? Я поверю тому, кто меня успокаивает. Вот и все. Сидят два оппонента. Один говорит, посмотрите, с климатом беда. Надо собирать конвенции, конгрессы. Надо собирать людей. Надо собрать лучших ученых. Собрали. Они посидели и сказали, что вы от нас хотите? Видите, в 2007-2008 году был подписан, был составлен огромный-огромный документ о климатических изменениях. И было тогда уже сказано, надо что-то делать, а что мы не знаем. И сидит напротив другой человек. И так рассуждает себе хорошо. Говорит. Вы пугаете население. Зачем вам это надо? Вы какие-то преследуете свои личные эгоистические цели. На самом деле, те события, о которых вы говорите, они происходили уже в истории человечества. Но ведь происходили же. Так и да. С какими последствиями? Когда вымирает 90% человечества. Ну мы же этого не видели. Точно. Совершенно верно. Вот эта информация, она как бы между ними не присутствует. А ты докажи, да? Да. И тогда зритель на чью сторону встанет? Один говорит, что надо работать. Работать, надо учиться. Это напряжение. Второй говорит, ребята, все хорошо. Мы спокойно это пройдем. Это расслабление. Кого выберет зритель? Я ставлю на вторых. Что приятно верить, конечно. Ну конечно. Мы верим всегда в то, что хотим верить. Это факт. То, что нам дает удовольствие. Вопрос в другом. То есть ученые мужи говорят, ну что вы хотите, мы не знаем, что с этим делать. Экология, климат. И тут появляется науэра, который говорит, а мы знаем, что с этим делать. Тут очень, да, такая специфическая ситуация. И неоднократно задавали в лицо вопрос, кто вы такие, чтобы провозглашать себя подобным. Мы говорим, мы не претендуем, мы вообще никто. Оставьте серегалии, звания, все должности оставьте себе. Просто придите, послушайте, о чем мы говорим. Если вас это затронет, если вы увидите, почувствуете, ощутите каждой клеточкой кожи, что эта информация ваша, просто придите обучение. А дальше теоретическое, а дальше мы скажем, что нужно делать, потому что нужно делать. То есть я академик с научной степенью. Не придете. Можем прийти к вам. Нет, не придет. У меня большая голова. У него костное мышление. Мы не рассчитываем, что сейчас придут академики. Сейчас как раз должны прийти люди, у которых очень разное образование. И академическое в том числе, но не в этом направлении. Лингвист, инженер, кораблестроитель. Отлично, замечательно. И физик-ядерщик. Домохозяйка, слесарь, сапожник. Господи, да воспитательница детского сада. Кто угодно. Кто угодно. Академики пока нет. Они слишком много времени жизни потратили на изучение другой информации. У них пока не получится. Мы это понимаем, и мы без претензий. Мы ждем. Ну а есть, может быть, хоть один, два, три ученых-мужей? Академиков нет, ученых-мужей, конечно же. Конечно же, и доктора наук, и кандидаты наук, и доценты, и профессора. Это не только Одесские университеты, и киевские, и московские, и точно других не буду, не помню. Есть, безусловно. Но эти люди сделали колоссальное усилие над собой. Колоссальное. Умудрились, опять умудрились, поменять мировоззрение. Представьте, если вы профессор физики, это очень мощная работа. Это очень сложно. А если еще ты потом приходишь к студентам, и продолжаешь говорить то, что знаешь, и не можешь поделиться... То, что знаешь другое. То, что знаешь другое, потому что это не входит в рамки программы. Да, это сложно. То есть, изменив мировоззрение, мы можем изменить климат? Так вот уже дают... Не совсем так. Изменив мировоззрение, мы давайте для начала изменим себя. А климат – это программная ситуация. А программа, она любит точные цифры. Цифра 10 тысяч – это хорошее, красивое число. Вот 10 тысяч человек, которые умеют работать в определенных программах, они могут не изменить климат, а нормализовать. Хотя, если честно, с точки зрения физики, это будет выглядеть немножечко не так, но сегодня не до тонкостей. Вот как раз 10 тысяч. Зачем? Почему 10 тысяч? Да, почему именно это число? То есть, я так понимаю, что идет речь о том, что сам по себе человек, он просто воевая единица, он не может что-то глобально изменить в мире, кроме самого себя. Но для мира, для Творца, мы говорим о Творце, правильно? Тоже я сейчас в одном вопросе задам два. Много, я уже перестала это. Ну, в общем, я очерчиваю тему, вектор, куда я хочу спросить, а уже тогда ответ будет, как получится. Мы научная организация, университет, да, но при этом мы говорим о Творце. Мы не говорим, что мы эзотерическое учение, но при этом мы говорим о биополях, о полях, о каких-то тонких материях, и мы не относим себя к религии, так утверждает университет. Но опять же мы говорим о Творце, и как это вообще состыковывается с наукой? Это же ересь. Наука хочет пощупать все. Так, пока я буду отвечать, погугли, пожалуйста, что такое ересь. Окей. Я же тогда не буду слушать тебя. Я вот все-таки послушаю. Нет, мне просто интересно, что означает это слово. Я давно не обращалась к словарям. Вот дословно, что это такое. Первый вопрос. Почему 10 тысяч? Программы действительно достаточно точные. Формулы существуют. По формуле не 10 тысяч. Там другая цифра. 10 тысяч – это округленно, потому что это удобно произносить. По формуле другая цифра. Есть большая формула, есть средняя формула, есть малая формула. Это как 100 обезьянок. Там явно не было 100 обезьянок. Это тоже где-то усредненно. Наверное. Возможно. Я там не была с теми биологами, когда они опыты проводили. Возможно. Но цифры круглые, они легко запоминаются. Ими легко оперировать. А формулы, они существуют. Формулы существуют. Это первое. Второе. Откуда религия взяла информацию? Откуда эзотерика взяла информацию? Откуда наука взяла информацию? Наука и опытным путем достигает чего-то. Методом пробы, ошибок, подтверждения своих исследований неоднократных. Вот если бы это было правдой, мы бы сейчас находились, наверное, на уровне середины 19 века. А что там было? Я не знаю. Автомобилей не было. Стиральных машинок тоже не было. Кошмар. Я вообще не знаю, как люди жили. Благодаря тому, что существует другой способ изучения мира и другой способ получения информации наш мир и развивается. Огромное количество знаний взято не напрямую, не через мир вещества, не опытным путем. Это все не так. Я понимаю, куда ты клонишь. Это вот швейная машинка, таблица Менделеева и прочие. Открытие йода, по-моему, тоже случайно. Кошка уронила что-то куда-то, и появился йод. Из этого разряда, да? То есть как-то пришло... Таблица Менделеева, да. А остальное, не знаю, надо разбираться. Швейная машинка пришила, приснилась ее изобретать. Ну, там суть в чем? Как челнок попадает. Да. И самое главное, перенести было саму вот эту дырочку, куда метка вставляется, в острие иглы. Вот это вот. Я хочу сказать, что есть источник информации, которым может воспользоваться любой аналитик. Творцы, помнишь, я говорила, творцы, аналитики, движители. Мы разделяем понятие творец и творцы. Да, да, да. Творцы – это люди, которые самостоятельно могут пользоваться вот той информацией. Заходить, условно говоря, в библиотеку Ярослава Мудрого, подходить к нужной полке, открывать нужную книжку, читать, смотреть. Потом уже реализовывать эту информацию. Ее никто не теряет, доступ туда потерян. А с библиотекой все в порядке. С ней все хорошо. Ура. Да, это радует. А вот это творцы. И более того, так как творец знает, тот из творцов, которые считывают информацию, они абсолютно точно знают, к какой книжной полке они подошли, какую книжечку они взяли, что они там прочитали. Они не додумывают. Например, если это написано там «термодинамика», человек знает, что вот эта информация относится к термодинамике, а не к юриспруденции, например. И он не будет позволять себе трактовать эту информацию так, как ему позволяет его мировоззрение. Это очень важно. Потому что аналитики тоже считывают информацию, но мы ее трактуем так, как нас воспитали, какое мы получили образование, во что мы верим, какой мы накопили жизненный опыт. Все девочки мечтают о принце на белом коне. В 18 лет девочка, которая накопила личный жизненный опыт, что она принцесса, встречает парня на мотоцикле, и это для нее принц на белом коне, они счастливы долго живут вместе, семью хорошую создают. Другая девочка, которую шпыняли, ругали, дразнили одноклассники, она в 18 лет встречает, может быть, в своем селе того же парня на белом коне, она не увидит в нем рыцаря, она не увидит своего принца. То есть, вот это вот разный личный жизненный опыт. Есть и третий жизненный опыт. Ты мечтаешь о белом коне, и принца на нем, а потом получаешь козла. Получаешь шейха на черном... Получаешь шейха на Мерседесе. Боже, Сергей, что за негативные какие-то... Ну, это жизнь, это жизнь. Мечтаешь, мечтаешь, 30 лет все еще мечтаешь, а в 45 ты уже никому не нужна. Вот такая жизнь. Один из постулатов нашего университета гласит реальное творческое действие. То есть, мало мечтать, надо предпринимать какие-то шаги. Но об этом говорят и эсотерика, и психология, мы так не будем нам общать. Ну, университет же не противопоставляет себя вообще всему миру и всем знаниям, которые в них накоплены. Нет, а мы не говорим, что мы против. Мы говорим, что мы вне. Кстати, мы говорим, что мы вне. Но это же не повод каким-то хозяюшкам из нас на Пасху не испечь куличи. Если это нравится. Если это нравится. Если это традиция семьи. Но мы немножко ушли сейчас от сути вопроса. Я говорил, что вот, вернее, не я говорил, а университет говорит о том, что Господь Бог, Бог, Творец, это научно. То есть, это абсолютно измеряемо, да, или вот. Насчет измеряемо не знаю, а то, что научно, это абсолютно, да, мы постулируем, мир абсолютно программенный. Если есть программа, значит, есть тот, кто ее написал. Наш мир живет по программам. Кто их создал? Ну, давайте назовем его Бог. Давайте назовем его индуктор. Давайте назовем его, не тот, кто написал, Творец. Давайте назовем его Создатель. Дело же не в термине. Дело в понимании сути вещей. Есть тот, кто написал программы. Программы работают. Зачем ты нужен в этих программах? Это, кстати, еще один раз, еще один аспект ответа на вопрос. Зачем мне нужна информация? Зачем ты нужен этой информацией? С миром все в порядке. Программы мира закрываются. Ты этому миру нужен? Покажи, что ты нужен. Начни разговаривать с миром на том языке, который миру понятен. Мы, я сейчас произнесу слово, может быть, оно не очень корректное. Мы вторичны. Сначала появился мир, геосфера, литосфера, атмосфера, да? Потом появилась жизнь, биос, биосфера. И только потом человек. И человек появился не как элемент биосферы, а как элемент программы эволюции разума. Программа эволюции разума. Ты зачем нужен этой программе? Ну, не нужен, значит, не нужен. Мы ищем тех, кто ищет нас. Мы не говорим, что всем нужна наша информация. Но все, кому она откликается, нужны нам. Нужны миру. То есть, как раз этот вопрос, зачем ты нужен этому миру, это, можно сказать, не ответ на вопрос, а один из вопросов моего предназначения, с которым человек может прийти в университет и задать этот конкретный вопрос. Как раз можем и о конкретике. Вот какая конкретика есть в университете. Да, мы действительно много философствовали. Конкретика очень простая. Если мир абсолютно программен, а мы созданы с какой-то целью, значит, у нас есть изначальное название. Давайте назовем себя операторами. Есть программист, есть оператор программы. Мы умеем оперировать этими программами хотя бы в таком состоянии, чтобы научиться нормализовывать климат. Нет. Мы умеем оперировать этим программами настолько, чтобы не ковырять недра планеты, а получать энергию из других источников. Нет. Каких? Энергия времени. Есть энергия времени? Наверное, об этом лучше поговорить в другой раз. Работа Козырева, Вейника, информация нашего университета. Это отдельная тема, она очень большая. А Козыревич Вейник это преподаватель? Альберт Беозьевич Вейник, нет, это член-корреспондент Белорусской Академии Наук, это человек, который не дожил до нашего университета. Ну, получается, есть информация в социуме, которая пересекается. Которая абсолютно источник один. Она не пересекается. Источник один. Вот та библиотека Ярослава Мудрова. Библиотека Ярослава Мудрова. Да, совершенно верно. То научное озарение, то умение ученого подметить и соединить такие детали, такие звенья, цепочки, которые раньше никто не подумывал все соединить и сделать. Научное открытие. Но вот это умение увидеть, это именно библиотека Ярослава Мудрова. Я увел от конкретики. Все время философию тянули. Продолжим по конкретике. По конкретике. Итак, есть операторы, они должны работать в определенных программах. Прежде чем работать, наверное, надо сначала понять, как работает эта программа. Поэтому наш университет делит все обучение принципиально на три большие части, скажем так. Сначала небольшая часть вступительная, это теория. просто для того, чтобы понимать, что и как. Затем вторая часть это практика. Надя, перебью. Может быть, чуть-чуть хотя бы очертить, что за теория, о чем на этой теории говорится. Базисный курс, он предполагает 15 лекций, которые в достаточном образе показывают, как устроен мир на самом деле с точки зрения программ, программиста и операторов. И, соответственно, может быть, не полно, но емко дает ответ на вопрос, в чем суть работы операторов. Это теория. Затем идет практика. Практическая работа, которая необходима. Практическую работу нельзя выполнять, если ты не начинаешь мыслить другими образами. Если ты представляешь планету как плоскую структуру, стоящую на трех слонах, на кителе, на черепахе, не суть. Это один образ, это одно мировоззрение. Если ты представляешь планету, которая вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, это второй уровень мировоззрения, но это тоже ошибка. Если ты представляешь планету, которая движется по спиральной орбите, потому что Солнце тоже перемещается в галактике Млечный Будь, это уже более современное видение, более зрелое видение. Но если ты представляешь планету только как в вещественную структуру, это, наверное, это не рамки нашего университета. Мы говорим, нет, все немножечко не так. Итак, сначала теория, потом практика, а потом наступает третий этап, когда ты, спокойно выполняя практическую необходимую работу, развиваешься в теории. то есть прикладная часть, образование, оно имеет какое-то прикладное использование в сфере этих знаний. Мы возвращаемся к вопросу о том, что мне дает эта информация. Дает, если ты знаешь, как устроен мир на самом деле, если ты знаешь, какие бывают люди, это не психология, это именно информация университета, ты по-другому начинаешь взаимодействовать с миром и с людьми. И, конечно же, ты достигаешь много больших результатов. Все. То есть вот эта честность, искренность, ответственность, она начинает разворачиваться не только в тебе, а уже и ты начинаешь вокруг себя, тем самым как раз меняя вот этот мир. Да. История. Университет говорит, что история та, которая есть в социуме, не совсем вера. Это очень тонкая грань, если мы сейчас, это очень тонкий лед, но если мы ступим, а у нас есть, я могу таким образом ответить, у нас есть кафедра истории причин. Тоже можно получить. и получиться. Конечно же, конечно же. Более того, ведь никто не скрывает информацию. Если я сейчас о ней не говорю, это просто здесь, в данном контексте, в контексте нашей беседы, она неуместна. Но есть лекционный материал. Вся информация отдается. Приходите учиться. Кстати, а приходите учиться. Народный университет, да? Да. Бесплатно? Ну, народный же. Ну, если бесплатно, то мы с вами будем учиться, наверное, подберезой где-то, в саду, в парке. Подберезой не очень комфортно учиться, особенно во время дождя или снега, или вечером, когда темно. Приятнее учиться в оборудованных аудиториях, освещенных, с использованием технических средств обучения современных. Это требует денег. Это... это очевидно. Продолжим тему денег, да? И она как раз будет пересекаться с темой 10 тысяч, и с тем, что за 19 лет не так-то много людей и пришло к нам учиться. Может быть, есть смысл немножко поменять технику или тактику, сделать знания закрытыми, сделать их... Тайные общества. Да-да-да-да. Точно. Ценник вот такой вот за дня. Люди ж любят тайные, скрытые, на это все пойдут, и нормально, наберем 10 тысяч. Да. Но какие люди придут? Ищущие, тайные. Нет. Придут не те, которые хотят развиваться и которые смогут осознать важность информации, придут те, которые захотят выкупить индульгенцию. это совершенно другая категория людей. Они на данном этапе склонны не столько эволюционировать в своем разуме, сколько обеспечить себе безопасное существование. Это не тот формат. То есть, вот как раз мы ищем тех, кто ищет нас. Да. это можно сказать и ответ на такой вопрос, почему в тех же эзотерических зданиях за гораздо короткий срок, менее короткий там срок, да, миллионы приходят, а у нас почти 20 лет, и вот не так много людей. Я повторюсь, информация не столько сложная, сколько необычная. И процесс эволюционирования достаточно тяжелый. К нему не каждый на данном этапе готов. Окей, Надежда, давай будем, наверное, закругляться, чтобы тоже не растянуть. Можно общаться очень долго. Парочка еще вопросов. Первый. Возможно, есть какие-то у тебя рекомендации для тех, кто информацией заинтересовался, там, куда обратиться, или, может, какой там настрой на информацию. В общем, какие-то рекомендации, если у тебя есть, пожалуйста, их выдай. Или освободить свою чашу, там, да? Типа того, да, может, есть какие-то уже из высоты своего опыта, когда ты видишь приходящих людей, и с чем они сталкиваются, с какими вот стандартными дилеммами, проблемками, несостыковками, чтобы сразу же, может, упростить их жизнь, их вход вот к нам в университет. Я постараюсь. Да, ну и второй вопрос, чтобы я уже не перебивал персонально для меня, что было сложного в интервью? С какого начинать? As you want. С первого. Мы все очень разные. Мы настолько разные, что некоторые люди посмотрят какое-то интервью, кусочек даже, пару минут, и вдруг что-то щелкает внутри человека, и он спокойно заходит в информацию, и проходит обучение, включается в работу. А есть люди, которые сомневаются, есть люди, которые, наоборот, говорят, вы шарлатаны, я вам докажу, я пройду обучение в вашем университете, просто чтобы доказать. Ну, кстати, такие люди тоже входят свободно. А вот те, кто сомневается, позвольте себе посомневаться немножечко. Пусть вам от этого станет немного легче. А пока вы сомневаетесь, подумайте, пожалуйста, вот о чем. Если мы врем, говоря красивые слова, то пройти обучение в нашем университете на самом деле не так уж и дорого. Почему бы не попробовать, чтобы действительно вывести нас на чистую воду? А если мы говорим правду, тогда как? Тогда не позволяйте себе сомневаться. Вы услышали? Это то, что нужно. Идите учиться. Не теряйте время. Это же время вашей жизни. Ну, как-то так. А по поводу второго вопроса, что было самое сложное? Сложно было рассказать практически ничего не говоря, потому что если я начну говорить открыто и более полно, я начну использовать терминологию. А она будет непонятна. Да, просто непонятна. И вот здесь сложно было подбирать слова, которые бы были понятны любому человеку. Вот это было сложно. Приходите в университет, давайте начнем говорить на одном языке. Будем разговаривать быстрее и продуктивнее. у меня все. Спасибо, Надь, большое. Я от себя тогда добавлю, что я как раз и пришел в университет сомневаясь, имея гору вопросов, имея, и причем могу сказать, что я их до сих пор имею не меньше, наверное, их отвечаются, появляются новые, появляются ответы, появляются новые вопросы. Но вот эта чаша весов, а что я теряю, а что я могу потерять, если я не сделаю свой выбор, она для меня была, наверное, решающей. Я взвесил и принял решение, что да, мне это интересно и, верите, на данный момент я не жалею. Мы не успели ответить на массу вопросов, которые я хотел задать, но не хотелось растягивать это интервью на многие-многие часы. Если есть у кого какие вопросы, пишите в комментариях. Если есть желание, чтобы мы продолжили подобный формат общения на тему университета эволюции разума, народного университета, народного академического университета эволюции разума, я думаю, что Надежда с радостью примет мое приглашение или я приеду в Одессу, я не сказал, что Надежда с Одессы, и что университет расположен физически в Одессе, однако есть дистанционное образование, есть филиалы в Москве, в Киеве, ровно, Днепропетровск именно очное образование, потому что я вот даже этого не знал, ну, я из Черкасс будем делать так, чтобы и здесь было очное образование. Задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось, ставьте дизлайк, если не понравилось, но лучше не ставьте, и ждем вас на следующих наших встречах, жду на своих видео. всем пока-пока. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok